Добрый вечер! Очень приятно вас всех видеть на внеклассном чтении. Ну, я начинаю. Николай Васильевич Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Глава первая Иван Иванович и Иван Никифорович. Славная Бекешева Иван Иванович. Отличнейшая. А какие смушки. Фу ты пропасть какие смушки. Сизы, с морозом. Я ставлю бог знает что, если у кого-нибудь найдутся такие. Взгляните, ради бога, на них. Особенно, если он встанет с кем-нибудь говорить. Встаньте сбоку. Что за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, боже мой. Николай, чудотворец, угодник божий. Отчего же у меня нет такой Бекеши? Он шил ее еще тогда, когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафию Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович. Какой у него дом в Миргороде. Вокруг него со всех сторон навес. Из дубовых столбов. Под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет с себя Бекешу из подня. Сам останется в одной рубашке, отдыхает под навесом. И глядит, что делается в дворе и на улице. Какие у него яблони и груши. Под самыми окнами. Отворите только окно. Так ветви врываются в комнату. Это все перед домом. А посмотрели бы, что у него в саду. Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница. Прекрасный человек. Иван Иванович, он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает габке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начнет кушать. Потом велит габке принести чернилицу и сам, собственную рукою, сделает надпись над бумажкой с семенами. Сия дыня съедена такого-то числа. А если при этом был какой-нибудь гость, то участвовал такой-то. Покойный судья Миргородский всегда любовался глядя на дом Ивана Ивановича. Да, да, Мишка очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени и сенечки. Так что, если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походит на тарелку, наполненную блинами. А еще лучше на губки, нарастающие на дереве. Впрочем, крыши все крыты очеретом. Ива, дуб и две яблони облокотились на них своими раскидистыми ветвями. Промеж деревь мелькают и выбегают даже на улицу небольшие окошки с резными выбельными ставнями. Прекрасный человек Иван Иванович. Его знает и коммерсар Полтавский, Дорож Тарасович Пухивочка. Когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А протопоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберет сенечек пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает. Как бы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. Боже, как летит время! Уже тогда прошло более десяти лет, как он овдовел. Детей у него не было. У Габки есть дети и бегают часто по двору. Иван Иванович всегда дает каждому из них или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Габка у него носит ключи от комор и от погребов. От большого же сундука, что стоит в его спальне, и от средней коморы. Ключ Иван Иванович держит у себя и не любит никого туда пускать. Габка-девка здоровая ходит в запаске с свежими икрами и щеками. А какой богомольный человек Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бекешу и идет в церковь. Вошедший в нее Иван Иванович, раскланившись во все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом. Когда же окончится служба, Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побеждала его к тому природная доброта. Здорово, не бога! Обыкновенно говорил он, отыскавши самую искалеченную бабу в изорданном, сшитом из-за плат платье. Откуда ты, бедная? Я панечку с хутора пришла, третий день как ни пила, ни ела, выгнали меня собственные дети. Бедная головушка, что ж ты пришла сюда? А так панечку милостыню просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Хм, что ж, тебе разве хочется хлеба? Обыкновенно спрашивал Иван Иванович. Хм, как не хотеть, голодна, как собака. Хм, отвечал обыкновенно Иван Иванович. Так тебе, может, и мясо хочется? Да все, что милость ваша даст, всем будут довольны. Хм, а разве мясо лучше хлеба? А где уж голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо. При этом старуха обыкновенно протягивала руку. Ну, ступай же с Богом, говорил Иван Иванович. Чего ж ты стоишь? Я ведь тебя не бью. И, обратившись такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостиница. Ему это очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, какие свет и производил. Антон Прокофьевич Пупопуз, который до сих пор еще ходит в коричневом суртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что у Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорович никогда не был женат. Хотя поговаривали, что он женился. Но это совершенно ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? То, как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на зади. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать предпросвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм. И то у весьма немногих есть на зади хвост, которые, впрочем, принадлежат более женскому полу, нежели мужескому. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собой. Лучше всего можно узнать характер их и сравнение. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно. Как он после... как сон после купания. Иван Иванович, напротив, больше молчит. Но зато, если влепит словцо, то держись. Держись только. Отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Иванович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на речку хвостом вниз. Голова у Ивана Никифоровича на речку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. В вечер уже надевает бекешу и идет куда-нибудь. Или к городовому магазину, куда он поставляет муку. Или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце. И никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек. И в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова. И тотчас обидится, едва услышит его. Иван Никифорович иногда не сбережется. Тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит, довольна. Довольна, Иван Никифорович. Лучше скорее на солнце, чем говорить такие богопротивные слова. Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха. Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться. И когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар. И очень любит пить чай в такой прохладе. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза. Иван Никифорович один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже, сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь. Если же в чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит. Хоть и обрадуется чему-нибудь, но не покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича напротив того шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно было бы поместить весь двор с амбарами и строением. У Ивана Ивановича большие, выразительные глаза табачного цвета. И рот несколько похож на букву Ижицу. У Ивана Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие между густых бровей и пухлых щек. И нос в виде спелой сливы. Иван Иванович, если поподчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем. И поднесший скажет, если вы с ним знакомы, смею ли просить, государь мой, об одолжение. А если не знакомы, то смею ли просить, государь мой, не имею чести знать чина имени и отчества об одолжении. Иван же Никифорович дает вам прямо в руки свой рожок и прибавит только «одолжайтесь». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И оттого ли ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустит жида с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых, выбранив наперед его хорошенько за то, что он исповедует еврейскую веру. Впрочем, несмотря на некоторые несходства, как Иван Иванович, так и Иван Никифорович – прекрасные люди. Глава вторая, из которой можно узнать, чего захотелось Ивану Ивановичу, о чем происходил разговор между Иван Ивановичем и Иваном Никифоровичем, и чем он окончился. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа он долго оглядывал коморы, двор, сарай, кур, бегавших по двору, и думал про себя. Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоянная, в саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? Хотел бы я знать, чего нет у меня. Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался, а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами протянул на воздух рукава и обнимал парчевую кофту. За ним высунулся дворянский с гербовыми пуговицами, с отъеденным воротником, белые каземировые панталоны с пятнами, которые когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которые можно теперь натянуть разве что на его пальцы. Потом завертелись фалды чего-то похожего на кафтан травяного зеленого цвета с медными пуговицами величиной спитак. Из-за фалд выглянул жилет, обложенный золотым позументом с большим вырезом напереди. Жилет скоро закрылась, старая юбка покойной бабушки с карманами, в которые можно было положить по арбузу. Все, мешаясь вместе, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрелище. Между тем, как лучи солнца, охватывая местами синий или зеленый рукав, красный обшлаг или часть золотой парчи, или играя на шпажном шпице, делали его чем-то необыкновенным, похожим на тот вертеп, который разводят по хуторам кочующие пройдохи. Скоро старуха вылезла из складовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами и стертыми кожными чехлами для пистолетов, с черпаком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. «Вот глупая баба!» – подумал Иван Иванович. «Она еще вытащит и самого Ивана Никифоровича проветривать». И точно! Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что же это значит?» – подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что же это? Он стрелять не стреляет, а ружье держит. На что же оно ему?» «А вещица славная!» «Я давно себе хотел достать такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо. Я люблю позабавиться ружьецом!» «Эй, баба! Баба!» – закричал Иван Иванович, кивая пальцем. Старуха подошла к забору. «Что это у тебя, бабусь, такое? Видите сами ружье? Какое ружье? Кто его знает, какое? Если бы оно было мое, то я, может быть, знала. И знал бы, с чего оно сделано. Но оно панское». Иван Иванович встал и начал рассматривать ружье со всех сторон. И позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагой упроветривать. «Оно должно быть, думать, железное!» – продолжала старуха. «Хм, железное! А что же оно железное?» – говорил про себя Иван Иванович. «А давно ли оно у пана?» – «Может быть, и давно». «Хорошая вещица!» – продолжал Иван Иванович. «Я выпрошу его. Что ему делать с ним? Или променяюсь на что-нибудь?» «Что, бабуся? Дома, пан? Дома! Что он?» «Лежит! Лежит! Ну, хорошо. Я приду к нему». Иван Иванович оделся. Взял в руки суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их попадается на улице, нежели людей. И пошел. Двор Ивана Никифоровича, хотя был возле двора Ивана Ивановича, и можно было перелезть из одного в другой через плетень, однако же Иван Иванович пошел улицею. С этой улицы можно было перейти в переулок, который был так узок, что если случалось встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и оставались в таком положении до тех пор, пока, схвативши за задние колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу. Пешеход же убирался, как цветами репейниками, росшими с обеих сторон возле забора. На этот переулок выходили с одной стороны сара Ивана Ивановича, с другой амбар ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иван Иванович подошел к воротам, загремел щеколдой, изнутри поднялся собачий лай, но разношерстная стая скоро побежала, помахав их хвостами назад, увидевши, что это было знакомое лицо. Иван Иванович перешел в двор, на котором пестрели индейские голуби, кормимые собственноручно Иван Ивановичем. Корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное колесо или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной рубашке, картина, которую любят живописцы. Тень от развешанных платьев покрывала почти весь двор и сообщала ему некоторую прохладу. Баба встретила его поклоном и, зазевавшись, встала на одном месте. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставни, принял радужный цвет и, ударяясь в противостоящую стену, рисовал на ней пестрый ландшафт из очеретянных крыш, дерев и развешанного на дворе платья. Все только в обращенном виде. От этого всей комнате сообщался какой-то чудный полусвет. «Помоги Бог», — сказал Иван Иванович. «А, здравствуйте, Иван Иванович», — отвечал голос из угла комнаты. Тогда только Иван Иванович заметил Ивана Никифоровича, лежащего на разосланном на полу ковре. «Извините, что я перед вами в натуре. Иван Никифорович лежал без всего, даже без рубашки. Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович?» «Почивал». «А вы почивали, Иван Иванович?» «Почивал». «Так вы теперь встали». «Я теперь встал». «Я теперь встал». «Христос с вами, Иван Никифорович!» «Как можно спать до сих пор?» «Я только что приехал из хутора. Прекрасные жито по дороге, восхитительные. И сено такое рослое, мягкое, злачное». «Гарпина!» — закричал Иван Никифорович. «Принеси Ивану Ивановичу водки да пирогов со сметаной». «Хорошее время сегодня». «Не хвалите Иван Иванович, чтобы его черт взял! Некуда деваться от жару! Вот таки нужно помянуть черта!» «Эй, Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово, да уж будет поздно. Достанется вам на том свете за Бога противные слова. Чем же я обидел вас, Иван Иванович? Я не тронул ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чем я вас обидел. Полно уже, полно, Иван Никифорович! Ей-богу, я не обидел вас, Иван Иванович! Странно, что перепела до сих пор не идут под удочку. «Как вы себе хотите! Думайте, что вам угодно! Только я вас не обидел ничем! Не знаю, отчего они не идут!» Говорил Иван Иванович, как бы не слушая Ивана Никифоровича. «Время ли не приспело еще? Только время, кажется, такое, какое нужно!» «Вы говорите, жито хорошее!» «Восхитительное жито!» «Восхитительное!» Засим последовало молчание. «Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?» Наконец сказал Иван Иванович. «Да, прекрасное! Почти новое платье загноила проклятая баба! Теперь проветриваю сукно тонкое, превосходное. Только вывороти, и можно снова носить». Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. «Какая?» «Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено, выветривать вместе с платьем?» Тут Иван Иванович поднес табаку. «Смею ли просить об одолжение?» «Ничего, одолжайтесь, я понюхаю своего». При этом Иван Иванович ощупал вокруг себя и достал рожок. «Вот глупая баба! Так она и ружье туда же повесила! Хороший табак жив делает в сорочинцах. Я не знаю, что он кладет туда, такое душистое. На конупер немножко похоже. Вот возьмите, раздуйте немножко во рту. Не правда ли похоже на конупер? Возьмите, одолжайтесь. Скажите, пожалуйста, Иван Никитирович, я все насчет ружья. Что вы будете с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Господь с вами, Иван Никитирович, когда же вы будете стрелять? Разве в втором пришествии? Вы имеете осанку и фигуру важную. Как же вам таскаться по болотам? Когда ваше платье, которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается? И теперь еще что же вы тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне. Как можно. Это ружье дорогое. Таких ружей теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы вдруг и отдать его. Как можно. Эта вещь необходимая. На что же она необходимая? Как на что? А когда нападут на дом разбойники? Еще мне необходимое. Слава тебе, Господи, что я теперь спокоен и не боюсь никого. А от чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в коморе ружье. Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен. Что, что испорчен. Можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтоб не ржавел. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. Как же вы это говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни, как вам несовестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что же, я отказал? Разве я отказал? Когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. И я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют. Когда не хотите подарить, то, пожалуй, поменяемся. Что же вы мне дадите за него? При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Иван Иванович. Я вам дам за него бурую свинью. Ту самую, что я откормил сажу. Славная свинья! Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят. Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Опять. Без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ей-богу, грех, Иван Никифорович. Как же вы, в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье черт знает что такое. Свинью. Отчего же она черт знает что такое, Иван Никифорович? Как же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье. Вещь известная. А то черт знает что такое. Свинья. Если бы вы не говорили, я бы мог это принять в обидную для меня сторону. Что же нехорошего заметили вы в свинье? За кого же вы, в самом деле, принимаете меня? Чтоб я, свинью, садитесь, садитесь не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье, пускай свет сгниет и перержавеет, стоя в углу в комоде. Не хочу больше говорить о нем. После этого последовало молчание. Говорят, начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Петр Федорович, что же это за война и от чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтоб мы все приняли турецкую веру. Вишдур ничего захотели, произнес Иван Никифорович, приподнявший голову. Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, примите вы сами веру Христову. Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович, побьют. Так не хотите, Иван Никифорович, менять ружьеца? Мне странно, Иван Иванович, вы, кажется, человек известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой? Садитесь, садитесь, бог с ним, пусть оно себя околеет, не буду о нем говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку, закусил пирогом со сметаной. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам крови свиньи еще два мешка овса. Ведь овса-то вы не сеяли, этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись. Это еще ничего, Иван Никифорович не такие фразы отпускает. Где видно, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите. Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. Как два мешка овса и свинью за ружье? Да что ж, разве мало? За ружье? Конечно, ружье. Два мешка. За ружье. Два мешка, не пустых, а с овсом и свинью позабыли. Поцелуйтесь со своей свиньей, а коли не хотите, так с чертом. О, вас зацепи только, увидите, наспегуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Позвольте, Иван Иванович, ружье – вещь благородная, самая любопытная забава, притом и украшение в комнате приятное. Вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружьем, как дурень с писаную торбою, сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак! Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили, между собой разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» спросил он, возвысив голос. «Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как же смели вы, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем! Что ж тут поносного? Да чего вы, в самом деле, так размахались руками-то, Иван Иванович? Я повторяю, как вы осмелились противность всех приличий назвать меня гусаком! Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что вы так расхудартались! Иван Иванович не смог больше владеть собой, губы его дрожали, рот изменил обыкновение, обыкновенное положение ижицы и сделался похожим на О! Глазами он так мигал, что сделалось страшно! Это было, Иван Иванович, излучайно редко! Нужно было для этого сильно рассердить! «Так я же вам объявляю!» произнес Иван Иванович, что я знать вас не хочу! «Большая беда ей Бога! Не заплачу от этого!» отвечал Иван Никифорович, лгал, гал, ей Бог лгал, ему очень было досадно это. «Нога моя не будет у вас в доме!» «Эй, ге-ге!» сказал Иван Никифорович, досадой, не зная сам, что делать и против обыкновения встав на ноги. «Эй, баба!» «Хлопче!» При всем показались из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук. «Возьмите Ивановича за руки да выведите его за двери!» «Как?» «Дворянина!» закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. «Осмельтесь только! Подступите! Я вас уничтожу! С глупым вашим паном ворон не найдет места вашего!» Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей, без всякого украшения. Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную исполненную страха мину. Иван Иванович, поднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута, спектакль великолепный. Между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос. Наконец, Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иван Никитич, прекрасно, я это припомню вам. Ступайте, Иван Иванович, ступайте, доглядите, не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду набьем. Вот вам за это!» Иван Никитич отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собой дверью, которая с визгом заскрипела и отворилась снова. Иван Никитич показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Глава третья. Что произошло после ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никитичем? Итак, два почтенных мужа в честь украшения Миргорода поссорились между собой. И за что? За вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи между тем, как прежде были известны за самых неразлучных друзей. Когда я услышал об этом, то меня как громом поразило. я долго не хотел верить. Боже праведный. Иван Иванович поссорился с Иваном Никитичем. Такие достойные люди. Что ж теперь прочно на этом свете? Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он бывало прежде всего зайдет на конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена, потом покормит индейок и поросенков из рук своих. И тогда уже идет в покое. где или делает деревянную посуду, или читает книжку, печатанную у Любия Гаррия и Попова. Название ее Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши гапку, начал бронить, зачем она шляется без дела между тем, как она тащила крупу в кухню. Кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей. И когда подбежал к нему заплаканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал «Тятя, тятя, дай пряника», то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже к вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила гапка, выгнал совершенно утреннее происшествие. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича. Пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу, но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезти в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича «Назад! Назад! Не нужно! Однако Иван Иванович сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что они, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масло в готовый погаснуть огонь вражды. к Ивану Никифоровичу в вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно и незачем было к нему ездить. И он сам был не слишком ей рад. Однако она ездила и проживала у него по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу, однако он, к удивлению, слушал ее как ребенок и, хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала вверх. Агафья Федосеевна носила на голове чипец, три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами. Весь стан ее был похож на кадушку. Оттого отыскать ее талию было так же трудно, как увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были коротенькие, сформированные на образец двух подушек. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам и отлично, хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины. Как только она приехала, все пошло на выворот. Ты, Иван Никеевич, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет, этот таковский человек. Ты его еще не знаешь. Шушукала, шушукала, проклятая баба и сделала то, что Иван Никеевич и слышать не хотел об Ивана Ивановича. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и со следами и со знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было спросить о чем-то, ее сделала такую непристойность, что Иван Иванович как человек чечен деликантный плюнул и примолвил только «Экая скверная баба хуже своего пана». Наконец, к довершению всех оскорблений ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Ивана Ивановича злость и желание отомстить. Он не показал, однако, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Вряд ли вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилой в руке. Сколько на лице у него было написано разных чувств. Тихо-тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще не знали ничего о ссоре между ними и потому позволили ему как старому приятелю подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его по минуту наглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый стол был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович скрикнул и обомлел. Ему показался мертвец, но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от невыгнования и начал продолжать работу. И второй столб подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как она рухнула с треском, схвативши пилу. И в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Иван Никифорович собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дрикольями, предводительствуемые Агатьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отомщении за это по крайней мере подожжет дом его. И потому он дал повеление габки поминутно осматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский Поветовый суд. В чем оно состояло, об этом можно узнать из следующей главы. Глава четвертая о том, что произошло в присутствии Миргородского Поветового Поветового суда. Чудный город Миргород, каких в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретяную, и даже под деревянную крышу, на право улице, на лево улице, везде в прекрасной плетень, по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, краснеет мак, мелькают толстые тыквы, роскошь, если будете подходить к площади, то верно, на время остановитесь полюбоваться видом, на ней находится лужа, удивительная лужа, единственная, какую только вам удавалось когда видеть, она занимает почти всю площадь, прекрасная лужа, домы и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивший вокруг, девятся красотой ее, но я тех мыслей, что нет лучше дома, как поветовый суд, дубовый ли он или березовый, мне нет дела, но в нем, милостивые гуснари, восемь окошек, восемь окошек в ряд, прямо на площадь и на то водное пространство, о котором я уже говорил, и которое городничий называет озером. Один только он окрашен цветом гранита, прочие все домы в Миргороде просто выбелены, крыша на нем вся деревянная и была бы даже выкрашена красную краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярские приправившие луком не съели, что было как нарочно во время поста и крыша осталась некрашеной. На площадь выступает крыльцо, на котором часто бегают куры, от того, что на крыльце почти всегда рассыпаны крупы или что-нибудь съестное, что, впрочем, делается ненарочно, но единственное от неосторожности просителей. Он разделен на две половины, в одной присутствие, в другой арестантское. В той половине, где присутствие, находятся две комнаты, чистые, выбеленные, четыре стула дубовые с высокими спинками, возле стен сундуки, кованые железом, в которых сохранялись кипы поветовой ябеды. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоньше, Иван Никифорович, с добрую мину, в замасленном халате, с трубкою и чашкою чая разговаривал с подсудком. У судей губы находились под самым носом, и от того нос его мог нюхать верхнюю губу сколько душе угодно было. Эта губа служила ему вместо табакерки, потому что табак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на нее. И так судья разговаривал с подсудком, босая девка держала в стороне под нос с чашками. В конце стола секретарь читал решение дела, но таким однообразным и уныванным тоном, что вам подсудимый заснул бы слушая. Судья без сомнения это бы сделал прежде всех, если бы не вошел в занимательный между тем разговор. Ну, мы дойдем до этого еще. Я нарочно старался узнать, говорил судья, прихлебывая чай уже с простывшей чашки. Каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд года два тому назад. Что ж, вдруг испортился совсем. Начал петь бог знает что. Чем далее хуже хуже стал картавить, хрипеть, хоть выбрось. А ведь самый вздор это вот от чего делается. Под горлышком делается бобон, меньше горошинки. Этот бобончик нужно только проколоть иголкою. меня научил этому Захар Прокофьевич. И именно, если хотите, я вам расскажу, каким было образом. Приезжаю я к нему. А! Слыхать, слыхом слыхать, видом видать, закричал, скричал вдруг судья, увидев входящего Ивана Ивановича. Бог в помощь, желаю здравствовать, произнес Иван Иванович, поклонившись на все стороны, свойственные ему одному приятностью. Судья сам подал стул Ивана Ивановичу, но с его потянул с верхней губы весь табак, то, что всегда было у него знаком большого удовольствия. «Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович?» спросил он. «Не прикажете ли чашку чая?» «Нет!» «Весьма благодарю», отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Сделайте милость, одну чашечку», повторил судья. «Нет!» «Благодарю!» «Весьма доволен гостеприимством», отвечал Иван Иванович, поклонился и сел. «Одну чашку», повторил судья. «Нет!» «Не беспокойтесь, Демьян Демьянович». При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Чашечку!» «Уж так и быть!» «Разве чашечку?» произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу. «Господи Боже!» «Какая бездна тонкости бывает у человека!» «Нельзя рассказать, какое приятное впечатление происходят такие поступки!» «Не покорно благодарствую», отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь. «Сделайте одолжение, Иван Иванович!» «Не могу весьма благодарен!» При этом Иван Иванович поклонился и сел. «Иван Иванович, сделайте дружбу одну чашечку!» «Нет!» «Весьма обязан за угощение!» Сказав это, Иван Иванович поклонился и сел. «Только чашечку!» «Одну чашечку!» Иван Иванович притянул руку к подносу и взял чашку. «Фу ты пропасть!» «Как найдется человек поддержать свое достоинство!» «Я, Демьян Демьян Иванович, говорил Иван Иванович, допивая последний глоток, «я к вам имею необходимое дело!» «Я подаю пазов!» При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. «Пазов на врага своего, на заклятого врага!» «На кого же это?» «На Ивана Никифоровича Довгочхуна!» При этих словах судья чуть не упал со стула. «Что вы говорите?» произнес он сплеснув руками. «Иван Иванович, вы ли это?» «Видите сами, что я Господь с вами и все святые, как вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивана Никифоровича?» «Ваши ли устают и говорят?» «Повторите еще, да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади?» «И говорит это вместо вас, что что-то невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою». Пресвятая Троица, как же мне теперь уверить матушку? А она старушка каждый день, как только мы поссоримся с сестрой, говорит, «Вы, детки, живете между собой, живете между собой как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья, так друзья, то-то приятели, то-то достойные люди, вот тебе и приятели. Расскажите, за что же это так? А? Как? Это дело деликатное. Демьян Демьянович, на словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот возьмите с этой стороны здесь приличнее. «Прочитайте, Тарас Тихонович», сказал судья, обратившись к секретарию. Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись, таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух пальцев, начал читать. От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына перерепенка прошения. А о чем тому следуют пункты? Первый. Известный всему свету своими благопротивными, вымерзенья приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками дворянин Иван Никифоров сын Долгачхун сего 1810 года июля седьмого дня учинил мне смертельную обиду как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижении и конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин и сам притом гнусного вида, характер имеет бранчливый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами. Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкнуться. А судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя, что за бойкое перо, господи боже, как пишет этот человек. Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал. Он и дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моим именем, а именно Гусаком, тогда, как известно всему Миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Второе. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин, посигнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана Анисиева сына, перерепенка, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес, совершенно насупротив моего крыльца, гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтобы усугубить нанесенную мне обиду, ибо он и хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственное в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей, ибо, как известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиной, для приличного дела. При таком противозаконном действии две передние сахи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего блаженной памяти Ивана Анисиева отца, перерепенка, начавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места, где бабы моют горшки. Третье. Выше изображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушают всякое мерзенье, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные, чему признаки из нешеследующего явствуют. Во-первых, он и злокачественные дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей ленности и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его примыкающий осамый забор, ограждающий мою собственную, полученную мною от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Анисиева сына перерепенка землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего поскаридной его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. А потому прошу онова дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна, якоповинного в зажигательстве, якоповинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина имени и фамилии, и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предосудительном превосокуплении к фамилии моей названия гусака, к взысканию штрафа, удовлетворению протарей и убытков присудить и самого, як у нарушителя, в кандалы забить и заковавши в городскую тюрьму припроводить. И посему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить, писал и сочинял дворянин миргородский помещик Иван Иванов в сын перерепенку. Перерепенку. Перерепенка. Как удобней. По прочтению просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом, что это вы делаете, Иван Иванович, Бога, бойтесь, бросьте просьбу, пусть она пропадает, сатана, приснись ей, возьмите лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь, да купите Сантуринского или Никопольского, да хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня, разопьем вместе, да позабудем все. Нет, Демьян Демьянович, не такое дело, сказал Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. Не такое дело, чтобы можно было решить по любовную сделку. Иван Иванович, прощайте, прощайте, прощайте и вы, господа, продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. И ушел, оставив в изумлении все присутствие. Судья сидел, не говори ни слова, секретарь нюхал табак, канцелярский опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемой вместо чернильницы, и сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. «Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович?» сказал судья, после некоторого молчания обратившись к подсудку. «Ничего не скажу», отвечал подсудок. «Эки дела делаются», продолжал судья. Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича и еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул. Секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист в фризовом подобие полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху. Даже отправляющий должность фельдъегеря и сторожа инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая своей грязной рубашкой с нашивкой на плите, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу. Какими судьбами, что и как, как здоровье ваше Иван Никифорович! Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Тогда один из канцелярских с толстыми губами, с широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими с коса и пьяно, с разодранными локтями приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки на крест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который, уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский и его помощник-инвалид от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась было на время в питейный дом. Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам на стойку, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет. Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец, слабый, видослышный от усталости голосом произнес он «Не угодно ли?» и, вынувший из кармана рожок прибавил «Возьмите, одолжайтесь!» «Весьма рад, что вас вижу», отвечал судья, «но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такую приятной нечаянностью». С просьбой мог только произнести Иван Никифорович. С просьбой? С какой? С позвом. Тут отдышка произвела долгую паузу. О, с позвом на мошенника Ивана Ивановича Перерепенко. Господи, и вы туда же такие редкие друзья позов на такого добродетельного человека. Он сам сатана произнес отрывисто Иван Никифорович судья перекрестился. Возьмите просьбу, возьмите просьбу, прочитайте. Нечего делать, прочитайте, старый, старый, сказал судья, обращаясь к секретарю с явным видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал в верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинилось судье еще больше досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать за дерзость его. Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Довгачхун, о чем тому следуют пункты. Первое. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов, сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехидненские и в ужас приводящие поступки мне чинит. И вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор, и в находящийся вонам же мой же собственный хлев собственноручно и поносным образом его изрубил. На что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второе. Он и же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою и до седьмого числа прошлого месяца содержа втайне с ее намерения пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате и предлагал мне за него свойственной ему скупостью многие негодные вещи, как то свинью бурую и две мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался оттоново уклонить его. Но он и мошенник и подлец, Иван Иванов, сын Перерепенко, выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. При том же он и часто поминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов, сын Перерепенко, и происхождение весьма поносного. Его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за егерскую ротою, стоявшей назад тому пять лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были беззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. Постов не содержит, ибо накануне Филиппов кисей богатступник купил барана и на другой день велел зарежать своей беззаконной девке габке, оговариваясь, аки бы ему нужно было под тот час сала на каганцы и свечи. Посему прошенного дворянина, як разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог припроводить и там уже по усмотрению лиша чинов и дворянства добре барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы убытки велеть ему заплатить и посему моему прошению решение учинить, к всему прошению руку приложил дворянин миргородского повета Иван Никифоров сын Даугачхун. Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. Куда же вы, Иван Никифорович, говорил ему вслед судья, посидите немного, выпейте чаю. Орышко, что ты стоишь, глупая девка, и переминаешься с канцелярскими, ступай и принеси чаю. Но Иван Никифорович испугу, что так далеко зашел от дома и выдержал «Не беспокойтесь, я с удовольствием», и затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес, как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении под суткой секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, краюх хлеба, пирогов, книши и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила к удивлению присутствующих не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Это чрезвычайное происшествие произвело так страшную суматоху, потому что даже копия не была еще списана с нее. Судья, то есть его секретарь подсудок, долго трактовали об таком неслыханном обстоятельстве, наконец решено было на том, чтобы написать об этом отношение к городничему, так как следствие по этому делу более относилось к гражданской полиции. Глава пятая, из которой читатель легко может узнать все, что в ней, все то, что в ней содержится. сколько не старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь мир город узнал, что свинья Иван Иванович утащила просьбу Ивана Никифоровича, сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Иван Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только, не бурая ли? Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. Что ты, Иван Никифорович, над тобой смеяться будут, как дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин, ты будешь хуже бабы, что продает страстенок, которые ты так любишь. И уговорила неугомонная, нашла где-то человечка средних лет, черномазово, с пятнами по всему лицу, в темно-синем, с заплатами на локтях, в сюртуке, совершенную сапоги он смазывал дегтем, носил по три пира за ухом и привязанный к пуговице на шнурке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал в карман и в один гербовый лист укладывал, столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось скорпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородской поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгочхуна. Следствие он вопрошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгочхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил из самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержима и уже от сторонних дел до слуха дошедшись. Поня же оное допущение и потворство яко злоумышленное суду неукоснительно подлежит, ибо оное свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе, как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном перерепенком, уже уличенном в разбое посягательстве на жизни святотатственно орный он и Миргородский суд со свойственным ему лицеприятием тайное своей особой соглашения изъявил, без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не могла быть допущена к утащению бумаги, ибо Миргородский поветовый суд в прислуге весьма снабжен для сего довольно уже назвать одного солдата во всякое время в приемной пребывающего, который хотя имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности, из чего достоверно видно потворство оного Миргородского суда и бесспорно разделение жидовского от того барыша по взаимности совмещаясь. Он и же вышеупомянутый разбойник и дворянин Иванов сын Перерепенко в притачении ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному поветовому суду я, дворянин Иванов Никифоров сын Довгачхун, надлежащее всеведение, если соной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко означенная просьба взыщена не будет и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я дворянин Иван Никифоров сын Довгачхун, а таковон оного суда противозаконном подтворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун. Эта просьба произвела свое действие. Судьба был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка, он обратился с секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось примирить двух приятелей, но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны. Однако еще решились попытаться, но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет и даже весьма рассердился. Иван Никитович вместо ответа обратился спиной назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенной быстротою, которую обыкновенно так славится судилище. бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались все в один и тот же день и положили дело в шкаф. Где оно лежало? Лежало, лежало год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж. В Миргриде пробили новую улицу. У судьи выпал один коренной и два боковых. У Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись, бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивана Ивановича выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Где я возьму кисти и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Позвольте, я перечиту всех, которые были там. Тарас Тарасович Евпол Акинфович Евтихий Евтихиевич Иван Иванович не тот Иван Иванович, а другой Савва Гаврилович наш Иван Иванович Елеферий Елефериевич Макар Назарьевич Фома Григорьевич не могу, далее не в силах, рука устает писать, а сколько было дам смуглых и белолицых длинных и коротеньких, толстых, как Иван Никифорович и таких тонких, что казалось, каждую можно было упрятать в шпажные ножны Гродничего. А какой дивный, длинный стол был вытянут, и как разговаривались все, какой шум подняли. Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах, как то, о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, сказал, мне очень странно, что правый глаз мой, кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически, не видит Иван Никифорович господина Довгачхуна. Не хотел прийти, сказал Гродничий. Как так? Вот уже, слава Богу, есть два года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и где один, туда другой ни за что не пойдет. Что вы говорите? При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. Что ж, что ж теперь, если же люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком? На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. Сам высокий худощавый человек в байковом сюртуке с пластырем на носу, который до того сидел в углу и ни разу не применил движение на своем лице, даже когда залетела к нему в нос муха. Этот самый господин встал со своего места и подвинулся ближе к толпе, обступившей кривого Ивана Ивановича. «Послушайте», сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество, «послушайте! Вместо того, чтобы вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим двух наших приятелей». Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами, «пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать городничим на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, подвергнул этот вопрос всех в недоумение. Долго спорили. Кто способнее и искуснее в дипломатической части, наконец-то единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почтенных людей в Миргороде платок на шею или из сподня, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос? Он и тогда благодарит. Повиноваться всегда было его стихией. И поэтому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Ну, положим, что он встанет? Как ему прийти туда, где находится, что без сомнения? Он знает. Непримиримый враг его. Чем более Антон Прокофьевич обдумывал, тем более находил препятствий. В то время, как изобретательный ум его выдумывал средство, как убедить Ивана Никифоровича и уже храбро он шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва только он предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил слух его. Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему. И хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако это очень уменьшило его бодрость, и он с некоторых родов робостью подступал к крыльцу. Глава шестая и последняя. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Здравствуйте! На что вы собак дразните? Сказал Иван Никифорович, увидев Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. Чтобы они передохли все, кто их дразнит, отвечал Антон Прокофьевич. Вы врёте, ей богу нет. Просил вас Пётр Хм, ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит Иван Никифорович, чуждается меня, как неприятеля, никогда не зайдет поговорить, либо посидеть. Иван Никифорович погладил свой подвородок. Если, говорит Иван Никифорович, теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич. Уговорите Ивана Никифоровича. Что же, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания. Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. Если вы знали, Иван Никифорович, продолжал усердный депутат. Какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу. При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это одобрило депутата. Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич. Кто же вы? Прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал в одинаковом положении. Что ж, идем или не идем? Не хочу. Это не хочу поразило Антона Прокофьевича. Он тоже думал, что... Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека. Но вместо того услышал решительное «не хочу». «А чего же не хотите вы?» Спросил он почти с досадой, которая доказывалась у него чрезвычайно редко, даже когда клали ему на голову зажженную бумагу. Чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку. «Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает». «Чего я пойду?» Проговорил Иван Никифорович. «Там будет разбойник». Так он называл обыкновенно Иван Иванович. «Боже праведный, а давно ли?» «Ей Богу не будет, а вот как Бог свят, что не будет, чтобы меня на этом самом месте громом убило», отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться десять раз на один час. «Пойдемте же, Иван Никифорович». «Да вы вариочи, Антон Прокофьевич, он там». «Ей Богу, ей Богу, нет, чтобы я не сошел с этого места, если он там». «Да и сами посудите, с какой стати мне лгать?» «Чтоб мне руки и ноги мои отсохли?» «Чтобы, что, теперь не верите?» «Чтоб я околел тут же перед вами?» «Чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать Царствие Небесное!» «Еще не верите?» Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему коммердинеру в безграничном сюртуке принять шаровары и нанковый казакин. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сие достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иван Ивановичем, что не придет. Но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад простреленную свою ногу, а он кривое око. Чем Городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час, время, в которое в Миргриде, даже в парадных случаях, давно уже обедают. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же время, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом. «Не будет!» Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браний, а может, из щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам Сантана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над всею компанией. Как бы то ни было, только это было почти что невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Иван Никифоровича и заявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил, очень одолжен. Между тем запах борща пронесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшихся гостям. Все повалили в столовую. Верница дам, говорливых и молчаливых, точных и толстых, потянулась вперед, и длинный стол заребел всеми цветами. Не стану описывать кушаньев, какие были за столом. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. Иван Никифорович, творец небесный, как это было странно, против него сидел Иван Никифорович. В одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. Нет, не могу, дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо, давно знакомое, к которому, казалось бы, невольно готов подойти, как к приятелю неожиданному и поднести рожок со словом «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении». Но вместе с этим же то же самое лицо было страшно, как нехорошее признаменование. Под катился градом у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Присутствующие все, сколько их ни было за столом, они мели от внимания и не отрывали глаз от некогда бывших друзей. Дамы, которые до того времени были заняты довольно интересным разговором о том, каким образом делаются каплуны, вдруг прервали разговор. Все стихло. Это была картина, достойная кисти великого художника. Наконец Иван Иванович вынул носовой платок и начал сморкаться, а Иван Никифорович осмотрелся вокруг и остановил глаза на растворенной двери. Гродничий тотчас заметил это движение и велел затворить дверь покрепче. Тогда каждый из гостей начал кушать и уже ни разу не взглянули друг на друга. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда Гродничий мигнул, и Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, встал за спиной Иван Никифоровича Гродничий, засолк за спину Ивана Ивановича. И оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Иван Иванович, что с кривым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича, хотя и несколько косо, однако же довольно еще удачно, и в то место, где стоял Иван Иванович. Но Гродничий сделал дирекцию слишком в сторону, потому что он никак не мог управиться со своевольную пехотою, не слушавшуюся, не слушавшую на тот раз никакой команды, и, как назло, закидывавшую чрезвычайно далеко и совершенно в противную сторону, что, может быть, происходило от того, что за столом чрезвычайно много разных наливок. Так что Иван Иванович упал на даму в красном платье, которое из любопытства просунулось в самую середину. Такое признаменование не предвещало ничего доброго, однако судья, чтобы поправить это дело, занял вместо Гродничего и, подтянувши носом с верхней губы табак, отпихнул Ивана Ивановича в другую сторону. В мир, говорит, это обыкновенный способ примирения, он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Ивана Иванович с кривым глазом уперся в сию силу и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако же таки были столкнуты, потому что обе действующие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. Бог с вами! Иван Никифорович и Иван Иванович, скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом? Я не знаю, сказал Иван Никифорович пыхтя от усталости. Заметно было, что он был весьма непрочь до примирения. Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же это он порубил мой хлев и замышлял погубить меня? Не повинен ни в каком злом умысле, говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. Клянусь и перед Богом, и перед вами достопочтенное дворянство. Я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию? Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред, сказал Иван Никифорович. Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда была готова погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать, одолжайтесь. Разве это не вред, отвечал Иван Иванович, не поднимая глаз, когда вы, милостивый государь, оскорбили мою чину и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать? Позвольте вам сказать по-дружески. Иван Иванович, при этом Иван Никифорович, дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение. Вы обиделись за черт знает, что такое. За то, что я назвал вас гусаком. Иван Никифорович похватился, что сделал неосторожность произнесшей это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту. Поступи, Иван Никифорович, не таким образом. Скажи он птица, а не гусак. Еще бы можно было поправить. Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Какие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Ивана Ивановича. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт. Из сундука были вынуты, что же, карбованцы. Старые дедовские карбованцы. И эти карбованцы перешли в запачкиные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, только тогда выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра. В продолжение десяти лет. Назад тому лет пять я проезжал через город Миргород. День был тогда праздничный. Я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью. И вошел так тихо, что никто не обратился. Правда и некому было. Церковь была пуста. Народу почти никого. Видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны. Продолговатые окна с круглыми стенами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с посидевшими волосами. Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович. В это время лампада вспыхнула. Я, оживее перед иконой, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда рассматривал и увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как изменился? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели? Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, отвечал Иван Никифорович. Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду? Что же делать? Тяжба. При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал, не беспокойтесь. Я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу. Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче. Иван Иванович здесь, сказал мне кто-то. Он накрылся. Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли, Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые. Но Бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал, уведать ли вас о приятной новости? О какой новости, спросил я? Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное. Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем Курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил левмя на жида, сидявшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле местами изрытое, черное местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа. Спасибо большое, что вы дослушали. Все ваши аплодисменты Николаю Васильевичу Гоголю. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Может, встретимся еще когда-нибудь. Спасибо большое. Скоро Спартак-Кубань, поэтому я должен бежать. Я тоже хочу. Спасибо. 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 - Спасибо. - Спасибо.